Положение, что есть такие люди, которые приходят каждый день, находятся в поручительстве, не могут дополнять тех товарищей, которые не приходят. Мы говорим, что в поручительстве одного есть старше, но другого нет, так он может дополнить заповедь, которую если ты не можешь выполнить, так другой за тебя дополняет. При утреннем подъеме не можем. Нет, не могут. Здесь тело должно подняться и встать с нуля. И поэтому не может здесь быть ни объединения товарищей, любви к товарищам. Каждый приходит за всех. Нет такого. Что происходит с товарищами, которые я вижу, скажем, 13 лет здесь, каждое утро? Есть товарищи, которые приходят и не приходят. В чем разница между ними? Есть люди железные. Важность. И вот эта важность людей. Откуда она приходит? Ведь, кажется, мы говорим все время, что важность приходит от окружения. Да. Но из моего опыта, потому что я вижу своими глазами, либо есть у человека важность, либо нет ли у человека важности. Это не очень-то зависит от окружения, где он находится в какой-то десятке, в этой или в другой. Мы в течение этих лет уже много десятков, десять раз меняли десятки. Есть товарищи, которые неважно в каком бы они ни находились вместе, они всегда встают, никуда они не уходят. Каждый день на уроке. Так откуда у них это важность? Получается так, что у них есть внутреннее какое-то решение, которое принял человек. Да. А не какое-то там что-то, он приобретает окружение. Нет, могут быть нервы. Что значит нервы? Могут быть нервы. Он знает, что все встают. Он не встает, и он начинает нервничать. Что я пытаюсь спросить, что если мы говорим все время, что мы пытаемся решить этот вопрос, что есть такие товарищи, которые приходят, которые не приходят. Мы все время кружимся тут, все время обсуждаем в течение недели и вообще на все нашем пути. Я спрашиваю, есть вообще решение этой проблемы или каждый, вот как тварец, дал ему? Дал ему и все. Нужно позаботиться о том, чтобы шел спать раньше. Все. Нужно делать что-то. Вы сказали, вы говорили это много лет назад, когда только пришел. Вы говорили с нами об каких-то действиях физических. Мы вообще не думаем о них. Постых физических действиях есть, не есть, до этого или нет. То есть, все то, что физически влияет на человека, чтобы он мог прийти на урок. Так как убедить товарища, чтобы он пошел раньше спать? Когда мы все вместе засыпаем, хотим, не хотим, все ложатся в постель, накрываются одеялом, и это чтобы было, допустим, 8-9 вечера. Все. Не позднее девяти вечера. Можно еще задать вопрос, который является продолжением этого? Без 15.9 рабаш ложился спать. Ну, это выглядит так, что статьи рабаша, они не начинаются с точки, когда нужно пытаться убедить человека в претенутрении урок. Да. А вся работа начинается уже после того, как есть десятка, когда все приходят. Тогда можно начинать работу. Это верно? Да. Потому что очень важная точка. Я думаю, что мы все время падаем в это. Мы думаем, что вот эти статьи, они там, даже если мы так вот полна половина, наполовину туда приходят кто-то, нет. Они подходят тоже. Нет, они не подходят. Мы включили на такой уровень, что мы должны делать что-то с теми статьями, видеть. Потому что не все находятся здесь, мы не можем. Я говорю, это для своей десятки, своей десятки вообще. Что мы должны видеть, что первый этап, есть такая вещь, которая должен просто купить билет, чтобы попасть на представление. А этот билет должен быть здесь, если ты не здесь. Так что дальше? Так это вообще никакого смысла не имеет. Да. Верно. Раф, может быть такое состояние, когда есть группа внутри группы? Ну да, есть разные связи. Ну скажем, в той же десятке. В той же десятке, не знаю, дай пример. Например, мы здесь сидим сейчас, пять человек из тринадцати. Это называется группа внутри группы? Нет, вы не решили заранее, что так будет. Не могу сказать. Ну, быстрее. Ну, в продолжение этой мысли о решении. Я про себя могу сказать, что то, что меня всегда продвигало, это зависть, срасть и почесть. А сегодня, наверное, это не существует. Да. Раньше должны были быть четкие критерии. Я помню, что был на севере какой-то конгресс. Тот, кто не платил Маасер, кто не приходил на тренировок, не мог туда попасть. И я из этого желания, я что, я не попаду, как-то то, может быть. Я полгода заплатил свои долги, чтобы попасть на конгресс. У меня было большое желание. Да, я понимаю, моё желание получать было, но это то, что меня задействовало. И были конгрессы, что не всех пускали. В шаббат не пускали всех. Не каждый мог войти, даже на утренний урок попасть сразу. То есть я думаю, что должны быть какие-то круги, должны быть какие-то такие слои тех, которые хотят и могут соответствовать критериям. А есть такие, какие-то более внешние. Если ты хочешь продвигаться и хочешь быть каждый день на утреннем уроке, так ты должен просто обязаться. Если ты падаешь, мы поможем товарищу. Мы с любовью относимся. Все мы падаем. Каждый может упасть. Но если это продолжается изо дня в день и постоянно, после того, как мы уже пытались и делали опыты, приблизить и всё. И человек даже не просит помощи. Он уже смирился. Ведь тот, кто приходит очиститься, ему помогают. Но если у него нет желания очиститься, как я могу ему помочь? Нахон. Верно. 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 Верно.